Алло, админ, стендоффа, ты понимаешь, нет? Я нищий, я бомж, мне его жалко, сядет над моей головой и насрёт на меня. Вчера я узнал, что подавляющая часть аудитории стендофф 2 говноеда. На ваших экранах бедолага Нави Тренер, один из представителей сауны стендофф 2. Не особо умный и вкратче шуевший оба**ен, который буквально за сутки поднялся по пищевой цепи стендофферов на её самые верхние ярусы. А с вами олейку! Сделал он это довольно просто. Купил подарок маме. Чего, блядь? Я как бы эти деньги потратил на подарок своей маме. Сынок, скорую вызвать. Ну а перед тем, как мы начнём, не забудь поставить лайк. Последняя цифра твоего лайка определит, какой из кейсов ты заберёшь. Буквально вчера мне рассказали о том, что в комьюнити стендоффе воцарил хаос. Ютуберы начали снимать один за другим разоблачения, но создатели это самое лучшее и шикарное, самое прекрасное во всей галактике игры. По причине того, что им запретили рекламировать кейсы, блядь. Это нечеловечно. Да, подписчики моего телеграм-канала уже в курсе, как это было смешно и потешно. Сказать по правде, я не сразу поверил в эту ахинею. Мне казалось, что это какой-то ропл. Людям запретили рекламировать скам своей же аудитории. И они начали по этому поводу наводить бучу. Снимать разоблачения, оскорблять разработчиков, понижать оценки игры в магазинах. Давайте мы все дружно зайдем в плеймаркет, ставим прекрасную оценку. Сами знаете, что я имею ввиду. Я просто не могу напрямую сказать, потому что меня тогда точно снесут. Ты ссыкло еб... И каким было мое удивление, что на стороне этих ютуберов оказалось подавляющее число их аудитории. Банально школьники воюют за деньги этого чела. Блядь, это так смешно, нахуй. Ух, эй, умрите, денег, сука, жалко, вы зарабатываете на ютуберах. Что не так с этой игрой? Сейчас я постараюсь довольно быстро объяснить, почему нави-тренер и ему подобные ютуберы стенд-оффа это не только продавцы говна, но еще и редкостные пиздоболы. А их зрители, как я уже и сказал, говноеды. Кейсы. Я думаю, объяснять взрослой и умеющей думать о аудитории не нужно. Что сайты с кейсами, какой бы игре они ни относились, будь то кейс, стенд-офф, фарфейс, геншин, да что угодно, это скам-проекты. А для маленьких и глупеньких детишек-любителей стенд-оффа я все-таки поясню. Все ваши рулеточки и кейсики это проекты, направленные на то, чтобы забирать у вас деньги. Но никак не наоборот. Это сервисы, которые в первую очередь развивают вас в лудомании. Буква L. Лудомания. Патологическая склонность к азартным играм. А во-вторых, обогащают своих создателей и ютуберов, которые вам это впаривают. Собственно, вот они все основные функции подобных сервисов. Да, на этих сайтах есть вероятность выигрыша, так называемого окупа. Но на перспективу в долгострой она в десятки раз ниже, чем вероятность проигрыша. Представьте себя на месте владельца подобного сервиса. Неужели вы будете держать подобный сайт и сорить деньгами направо и налево? И раздавать миллионы рублей всем желающим? Вернуть такой бизнес просто нерентабель. А все люди, говорящие вам обратное, что две дышечки это не скам. И там можно выгодно затариться с кинами же есть. Ребята, которые крутят кейсы в комментариях это подтвердят. Это просто пиздобол. Которые за эти слова получают огромные деньги. Я бомж! И меня поражает, какое количество людей в комментариях у этого обедневшего без рулета клоуна этого не понимает. Для них кейсы это нормальная тема. Вы больные? Эти сайты чистые. Так если это нормальная тема, объясни мне, мага, почему твои кейсы и рулетки на законодательном уровне запрещены на территории Российской Федерации? Потому что они формально попадают под определение онлайн-казино. И почему буквально каждого человека, кто старается впаривать казино своей малолетней аудитории? Прямо сейчас правительство страны, в которой я напоминаю, ты живешь, пытается наказать за это по закону. Ты, кстати, ходишь по охоте на тонкому льду, дружочек. Я очень надеюсь, что Екатерина Мизулина не смотрит мои видеоролики. Если это нормальная тема, не нарушающая законы, белая и чистая, то почему, осуществляя деятельность на территории одной страны, большая часть твоих сайтов зарегистрирована в других странах, где подобная деятельность одобрена правительством? Ну, кстати, главный офис джиджишечки в Лондоне. А это стендоффейло. А это булдроп в Ростове. О каких уплатах налогов ты говоришь, если ИП Савченко Дмитрий Александрович, данные которого ты светишь в своем же видео, всего лишь полгода находится на рынке, а его сайт, который успешно улетает миллионы чужих рублей уже несколько лет, до этого всего работал в темную, без регистрации в качестве ООО, и не платя государству, на территории которого он ведет деятельность, ни копейки. Ты точно осведомлен в тех вопросах, на которые стараешься отвечать в своих видео? Но, конечно, зачем нам проверять эти данные? Зачем нам говорить правду собственной аудитории? Когда детишки и так схавают, достаточно просто назовить на жалость и поплакаться, что денег не осталось. Подарок маме купил. У нее через 10 дней день рождения, и я заранее ей купил дорогой подарок. И мне надо вернуть деньги, которые я как бы потратил, но я потратил большую сумму денег, чтобы как бы... Блин, просто бедняга, парень. Смотрю на это и плакать хочется. Интересно, а твоя мама вообще в курсе, что у нее через 10 дней день рождения? Как ты удачно все совпало, не находишь? Именно в канун дня рождения любимой мамы запретили рекламировать скам. Но зачем нам все это, правда? Ведь детишки не обратят внимания на то, кто им об этом рассказывает. Перед ними в первую очередь человек, который делает прокачки. Благодаря сайтам мы снимаем прокачки. То есть уйдут сайты, не будет прокачек. Самый добрый и классный Нави-тренер, который дарит своим любимым подписчикам десятки тысяч голды в стенд-оффе. Но действительно ли ты тот, кем пытаешься казаться, мага? Я нищий! За каждой прокачкой, которыми так гордится Нави-тренер, и которые так сильно любят его детский сад, скрываются сотни тысяч рублей прибыли за каждый выпущенный ролик. И я знаю, о чем я говорю. Мне год назад писали сайты, на которые он работает, и предлагали 50 тысяч рублей за один ролик. Который даже к стенд-оффу не относится, на котором просмотров в 10 раз меньше, чем у вас. Братишка, доношу до твоего сведения, что огромную часть материалов про Нави-тренера и его друзей я не вставил в финальную версию этого видеоролика. Огромная часть материала будет ждать тебя в моем телеграм-канале. Ссылочка есть в описании. Тратя на прокачку 20 тысяч рублей, платя монтажеру свои кровные. 400 тысяч на просто контент в месяц, монтаж его и так далее. Только что завершил свой стрим, и я открываю! Обнову пятого сезона 0! 23.0 Вы только что посмотрели контент за 400 тысяч рублей в месяц. Ужики на заводе просто в ахуе! Но есть одно но. Он, бедняга, имеет за один ролик примерно в 20 раз больше. Потому что интеграция рулетки это не только оверпрайс в сотни тысяч рублей, но и потому что под каждым его роликом с прокачкой есть реферальная ссылка. И вы, в порыве как ваш любимый ютубер, поднять голды... А вы М-спорт? Переходя по ней, закрепляетесь под этим человеком. И отныне, каждый раз, когда вы закидываете копеечек, он имеет с ваших пополнений и проигрышей долю. И давай, мага, расскажи твоим любимым подписчикам, как на твоём аккаунте в любимой джиджешечке нет прокрутов, которые увеличивают твой шанс окупа на сотни процентов. Чему обычного рядового стенд-оффера, который тебя любит смотреть и обеими руками поддерживает. Именно так и работают абсолютно все сайты с кейсами и рулетками. У ютуберов, в отличие от вас, мамонтов, есть подкруты на аккаунтах, которые обеспечивают им для классного видео более ценный дробь. Сделано это только для того, чтобы вас, дурачков, убедить в том, что сайт действительно окупает вложение. Чтобы вы, видя, как ютубер открывает кейс, ему падают ножи целыми пачками, бежали там регистрироваться и туда донатить. Пожалуйста, джиджишка, дай три ножа, и мы просто его купим. Первый нож, давай, три, два ножа. И меня честно поражает, что вот эти очевидные вещи я вынужден сейчас в сотый раз повторять. Именно поэтому это официально запрещено на территории нашей страны. Именно поэтому такое большое количество ютуберов по стенд-оффу начали ныть, что им, беднягам, запретили рекламировать такие классные сайты. Ведь потому что от мне не получится лутать сотни тысяч рублей из доверчивых шкалатронов. Платите нам деньги так же, сколько нам платят кейсы. А-а-а-а-а-а! Блядь, это настолько алчная хуила, бля, ебать! Бабки мне платите, компенсируйте. Я как бы за справедливость, чему там канал снесли, воюете с рулетками, они всё нормально делают. Но если как бы хотите их снести, ну, блядь, бабки мне заплатите, наверное. Этот человек без загрузения совести вешает вам лапшу о том, что у него не осталось денег. Он нищий. Маме подарок купил. При том, что за спиной у него пятая плойочка, плазма от Самсунга, оригинальная фигурка Каос, картина от Каос, довольно дорогой салатит, на запястье люксовые часики и брендовая футболочка, кресло ADX Razer и породистый котик за 60 тысяч рубасов, поёбывающий подушку. Именно так живут сегодня нищие. А под окнами у них Mercedes-Benz E200 2013 года выпуска, стоимостью в 2 миллиона рублей. Одна плёнка, вот эта плёнка, она уже стоит в 200 тысяч. Я бомж! По-моему, ты пиздишь. Перед вами человек, 21 год от роду, для которого заработок в 200 тысяч рублей в месяц. Типа это очень мало. Это вот такая вот сумма, если что. А чему вы удивляетесь? Которую ему любезно за просто так, без напрягов, предлагают разрабы станка. Это, блядь, не деньги вовсе. 200 тысяч, это даже не близко к цифре той, которой платят кейс. А-а-а-а. Блядь, школьники, которые тебя смотрят, у них, блядь, дай бог, там, в неделю 500 рублей карманных денег. Они воюют за твои, там, блядь, миллионы в комментариях тратят своё время. Пиздец. Я просто... Насколько же это абсурдная ситуация? Я должен кушать эти дни. Я должен, не знаю, маме что-нибудь купить. Ставьте лайк, пацаны! Ты моя мама. Нави, тренер, по-моему, ты, братишка, зажрался. Иначе мне непонятно, почему ещё за сутки до выхода твоего видео, ты был и не против сидеть на контракте у стендоффа. Я не подписывал этот договор. Я... Ну, типа, я же сказал. Устал и напиздел, будем считать так. Ты заключил тот самый жёсткий контракт, о котором рассказываешь в своём видео. Даже не смей мне говорить, что я всё это выдумываю. Об этом мне сообщили твои коллеги по цеху, которые работают вместе с тобой. А знаешь, почему они тебя слили? Потому что ты жалкий лицемер. Потому что как только твои друзья, которым ты ещё вчера жал руку, отказались тебя поддерживать, они стали внезапно подсосами разрабов, которых просто нужно хейтить, которые падают в наших глазах. Ты смотрел новый ролик Маги, или ты, типа, ну, ушлёпок? Это максимально располагает к тому, чтобы занимать твою сторону. Либо ты на моей стороне, либо ты ушлёпок ебаный с разработчиками. Гениально. И смотрю я вот на весь этот детский сад и думаю, а кто тогда ты, Мага? Если ты точно так же сидел на контракте, точно так же делал всё, о чём тебя попросят ради халявной голды. И ролики на заказ, и посты в соцсетях. Какие-то двойные стандарты, братан, не находишь? Давайте все крупные ютуберы стендоффа уйдут отсюда. Давай будем честны, Мага, без станка ты никто и звать тебе никак. Ты пытался в Warface, ты пытался в Fortnite, даже несмотря на код автора. И только в станке у тебя получилось. Ты клоун по стендоффу, развлекающий детишек. Который точно так же находится на подсосе у больших дяденек и тётенек. Который чуть что плюёт на все принципы морали и на огромную аудиторию давит на жалость. Прикрывается инвалидами, собственной мамой. Устраивает спам-рейды собственным работодателем. Раскрывает конфиденциальную информацию. На месте разработчиков я бы давно снёс хуям твой канал. Только потому, что твоя мама не научила тебя уважительно общаться с теми, кто тебя кормит. Ну и естественно за препятствия в получении прибыли чужого частного бизнеса. Не, братан, ну ты просто сам представь. Вот ты бизнесмен, у тебя есть многомиллионный бизнес. Я сейчас про стендов, если чё. Ты имеешь с него сотни миллионов рублей ежемесячно. А потом, бац, приходит какой-то Дмитрий Александрович. И решает забрать часть твоей прибыли незаконным путём. Что ты вот будешь в этой ситуации, мага, делать? Скажешь ему, окей, забирай часть моей прибыли, всего лишь пару сотен миллионов. Или ты попытаешься устранить человека, который за твой счёт прямо сейчас, ежедневно, обогащается по факту воруя у тебя миллионы рублей. Ещё и говорит, что прибылью с тобой будет делиться. Да, вы искали с ними компромисс в плане того, что вы даже предлагали процент от своего дохода, я слышал, скажем так. Просто, блять, гений ворует деньги у стендов и предлагает стендову делиться этой прибылью. И вдруг, внезапно, этого человека начинает поддерживать за это твой же скорбленный с твоей руки. Самый обычный, абсолютно незначительный и легко заменяемый обслуживающий персонал. Это я сейчас про тебя, мага, и тебе подобных. Это вопрос тебе на засыпку. А пока я лишь скажу тебе, что однажды терпение разрабов кончится. И дэмская, как пуля резкая, звёздочкой под названием Навитейнер. Газнь. Блять, где-то прямо сейчас один символ плачет, отвечаю. Молодец, детишки, перед которыми ты так умело плакал, и которым навешал стрекороба лапши, однажды повзрослеют. И поймут, кто был на самом деле их кумиром. Продавец говна и издобол. Навитейнер, только пожалуйста, прошу, не бей меня после этого видео, а то твои маленькие пиздюки уже запарили мне угрожать.